Всем привет, друзья, с вами Бурбон, я продолжаю играть на проекте Diamond Server Ember, и сейчас, минут, наверное, уже 10 назад написал чуваку, чтобы он ехал ко мне в бизнес, но и его до сих, поэтому, наверное, сейчас я буду снимать ролик, а с тем чуваком свяжемся потом. Ну ладно, и что касается Фомы, ребят, некоторые люди, наверное, не досматривают до конца ролики, либо чего-то не понимают. Я, по-моему, понятно объяснил, что если вы хотите попасть в Фому, то просто пришлите мне скриншоты, где показаны ваши лицензии, ваш скин и ваш автомобиль, и всё, но нет, вместо этого некоторые начинают, «Прими Фому, а что нужно для того, чтобы попасть в Фому?» Типа, я прекрасно это всё объяснил в ролике, чуваки, ну серьёзно, это просто уже, ну, тупизм. То есть, если человек не в состоянии досмотреть видео до конца, то какая речь вообще о вступлении в наш такой небольшой клуб? И в этом ролике я расскажу немного об обновлении, которое вышло, по-моему, ещё в старом году, то есть, да, извините, прошло слишком много времени. Я хотел сделать, по-моему, ещё 29-го, либо в конце 2016-го года обзор на это обновление, но, ребят, я не смог, потому что я уже хотел записать ролик, я уже начал запись, поехал инвайтиться в Фому, но не было лидеров и девяток, поэтому меня инвайтнуть никто не смог. И из-за этого я остался без инвайта и просто ехать и говорить, то я хотя бы какие-то функции вам смогу продемонстрировать на деле. Отлично. Чуваки, скоро на Даймонде будут выборы и есть такая вот демократическая партия Народное Слово. Если вам охота, опять же, я никого не заставляю и не принуждаю, конечно же, просто если вы зайдёте по ссылочке, которую я оставлю в описании на форум, вы посмотрите, какие изменения хочет нести данный кандидат, и вы можете при желании вступить сюда, указав всего лишь свою статистику, тем самым поддержать данного кандидата. А если быть точнее, то демократическую партию. Поэтому дело ваше, никого не принуждаю, но, в принципе, был бы рад, если вы проголосовали за него, так как есть хороший человек, который бы просил меня это сделать, поэтому, думаю, вы поймёте. Первое обновление это интерьер мафии. И, ребят, знаете, что такой вот немного интересный факт. Когда я приехал вступать в Колумбию, я начал говорить, что я хочу работать в посольстве, но мне сказали, что это от Инге. А теперь давайте прочтём форум. Был обновлён интерьер мафии, теперь он представлен в виде посольства. То есть, по этой причине я и подумал, что посольство, но нет, это от Инге. Не знаю, для чего это было сделано, возможно, чтобы отличаться от других, но мне кажется, что в этом нет необходимости. То есть, посольство, это и так было нормально. То есть, даже разработчики пошли навстречу и сделали такой вот интерьер. Поэтому давайте отправимся, и я вам его немножко продемонстрирую, потому что интерьер действительно клёвый. Ну что ж, вот мы подъехали к Колумбии, поэтому давайте войдём внутрь и продемонстрирую я вам интерьер. Да и, в принципе, сам посмотрю, потому что до этого смотрел довольно-таки, вы знаете, так быстренько. Это у нас такой небольшой холл, где, в принципе, такой зал ожиданий. То есть, тут приходят люди, говорят, что хотят работать там в посольстве, либо же в Инге, как в данном случае. И после они уже проходят на собеседование. Ну что ж, давайте идём дальше. Двери, которые открываются только мафиозим. То есть, у нас есть пропуск, мы открыли, закрыли и всё. Также вход только для персонала. Я уж не помню, кстати, что здесь. Так, давайте shift. Я не могу войти? Серьёзно? Значит, это, возможно, только для лидеров или высоких рангов, потому что это, скорее всего, склад оружия. Сюда мы можем просто войти, это спортивный зал. Я думаю, что люди, которые смотрели тренировочку, они видели, потому что начиналось всё тут. То есть, такая вот инта, ну, здесь она, да, прикольная, но ничего такого я в ней не нашёл. Ну что ж, давайте идём дальше. Вот эти двери, зачем их сделали, если в них нельзя войти? Ну, серьёзно, могли просто сделать стенку. Следующий, это зал заседаний. Правда, что касается рисунков, я понимаю, что Full HD это не тот для Сампо, но всё равно, как по мне, в Сампе можно добавить нормальные какие-то картины. Либо они так и хотели сделать, чтобы всё было пиксельно и нихрена было непонятно. Ну, не знаю. Ну, а сам зал довольно-таки неплохой. Окей, давайте идём дальше. Вот в этих комнатах я, кстати, не был. Это у нас кабинет, как я понимаю, лидера. Вот, даже тут написано, посольство Колумбии. Чуваки, ну какое ателье, то есть, серьёзно? То есть, мне кажется, что посольство, ну и так было нормально. Давайте внесём 1 доллар, то есть, пожертвуем из нашего огромного с вами бюджета. Также, что у нас есть тут? Ну, это у нас комната отдыха или же ожиданий. То есть, тут есть бильярд. Я не совсем понимаю, что это, просто как элемент декора. Окей, сойдёт. Вита Версетти, спасибо большое за привет. Тебе тоже приятного администрирования. Но просто, если сейчас напишу спасибо, окей, давайте напишу спасибо. Я уверен, что какой-нибудь админ подумает, что... А, и Дэвиду Холлу тоже большой привет, окей. Вот так вот. Надеюсь, что не дадут мне сейчас смут за офф-топ, а то ладно, окей. Короче, выход только для персонала. Сюда я тоже войти не могу. Великолепно. На первом ранге, то есть, печеньки практически никуда не могут попасть. То есть, скорее всего, это склад. А что находится там, я не знаю. Ладно, давайте выйдем, короче. Инта довольно-таки неплохая, но вот, опять же, минус этой картины, которые прям пиксельные. Также к минусам я могу отнести то, что там дверь совершенно бесполезная. То есть, зачем делать дверь? Как бы с виду можно подумать, что сюда можно войти. Но нет, нихрена, это просто... Это просто стена. Луиджи Кавали, тебе большой привет. И давайте, наверное, пока что покинем данную инту. То есть, я бы дал ей не максимальный балл, но довольно-таки она неплохая. Это, мне кажется, лучше, чем было раньше. Был убран шкаф и заменен складом оружия. Теперь можно уместить все 9 видов оружия общий на мид склада 100 тысяч единиц. Но, ребят, я, к сожалению, не могу вам показать, потому что доступа у печеньки, которая находится на первом ранге, к оружию нету. Окей. Добавлена команда BizMist для просмотра контролируемых бизнесов. Давайте посмотрим. Ваш ранг недостаточен? Конечно. Конечно, недостаточен. Скорее всего, все эти возможности открываются на третьем ранге, потому что именно тогда ты якобы посвящаешься в мафиози. Ты уже понимаешь, что вы не посольство, а вы настоящая мафия. Хотя тебе об этом никто не говорит. То есть, ты просто так же работаешь. Даже на первом ранге можешь поехать заниматься какими-то преступными делами. Но это не важно. Конечно, мы не дадим ранг мне просмотра бизнесов. Серьезно. То есть, очень умно, ребят. Очень. Так вот, теперь сделан он довольно-таки полезное, как мне кажется, обновление. Хоть его, наверное, мало кто юзает, но все равно. При снятии веревки с игрока она возвращается обратно. То есть, на следующую веревку вам не нужно деньги тратить. Она, можно сказать, бесконечная. Если, опять же, вы снимаете ее. И также, если вы надеваете мешок, то у чувака появляется эффект маски. Его не видно на миникарте. Теперь мафиози от седьмого ранга может заниматься рэкетом. Выглядит это так. Мафиози находит игрока, связывает его, вводит рэкет, ит и сумму. После этого игрок становится должником мафии. У него есть сутки, чтобы выплатить долг мафии. Команда Payoff. Если игрок выплачивает долг, сам он получает иммунитет на неделю от рэкета всех мафий. Нормально написано иммунитет. То есть, окей. Если игрок не выплачивает деньги, у мафии есть неделя, чтобы выбивать из игрока деньги по частям. Силой. Команда Bits. Игрока нужно предварительно связать. Если из игрока выбивают деньги силой, пятая часть дохода идет игроку, который выбил деньги. Остальная часть идет в общак мафии. Если игрок платит деньги самостоятельно, мафиози получает 5% от дохода. Остальное идет в общак. Также доступна команда Рэкет Мист на просмотр всех должников и их оставшегося долга. Ну, конечно, если я сейчас пропишу команду Рэкет Мист, конечно, мне никто ничего не покажет. Конечно же, мой ранг недостаточен. То есть, то, что я ехал, работая в посольстве, на тренировку, я получал огнестрельное оружие. И, то есть, мы стрелялись, либо даже пневматическое оружие. То есть, это не важно. То есть, я стрелялся с кем-то. Это нормально. А то, что я не могу посмотреть просто список должников, по-моему, это бред. То, что сделали такую фичу, что в мафиях игрок становится мафиозитом после третьего ранга. А до этого он ничего не знает. И да, я понимаю, что отчасти это сделано на то, чтобы игрок смог сменить себе имя. Но, по-моему, уж лучше сразу пусть чувак меняет себе ник на, там, итальянский, либо, там, какой-нибудь, там, японский. Идет в мафию, где он сразу становится мафиозе. Потому что, ребят, я не против этого. Но просто нет никакого посвящения. Посвящения тому, что, вот, ты сначала работаешь, там, скажем, в посольстве, а потом, бам, ты узнаешь, что это, на самом деле, мафия. То есть, да, я понимаю, это прикрытие. Но это бред, на самом деле. Потому что, когда ты даже работаешь на маленьких рангах, в чат иногда пишут инфу, которую должны знать о мафиозе. И даже не в ООС информацию, а в АЕС чат. Поэтому, это просто, как мне кажется, не имеет смысла. Но, ладно, это же, конечно, мое никому не нужное мнение. И разработчикам, конечно, виднее. То, что игроки, которые состоят в мафии, даже не могут посмотреть список чуваков, которые должны. Либо список бизнесов, это не важно. То есть, ранг он просто мал. Ну, серьезно. Чувак дал мне новую фракционную одежду. Пишет, сори, типа, за то, что ударил меня. Спасибо большое за скин. Именно Энриус, тебе большой привет. Да, привет, Ютуб, и тебе привет. Ну, ладно, в принципе, давайте-ка, наверное, пока что мы погоним. Добавлены два новых предмета в обжект. Лопата и мешок с деньгами. Ну, я надеюсь, что обжект там недоступен. Просто, если нет, то, серьезно, какого черта вообще у меня не будет никаких команд? Да, отлично, мне доступны команды. Окей, давайте посмотрим, как выглядит лопата. Так, достаем лопату. Да, она выглядит довольно-таки неплохо. То есть, это можно устраивать, знаете, на различных похищениях, что просто, знаете, неспуга. Да, это довольно-таки неплохо. И давайте посмотрим, как выглядит еще сумка. То есть, окей, просто сумка с деньгами. Но, не знаю, ее, наверное, можно ставить на каких-нибудь небольших рпшках. Если вы там требуете залог там, либо какую-то сумму там за похищение, либо еще что-то. Окей, это неплохо. К каждой мафии добавлены фургоны по одной новой машине. И, опять же, распределено Султан, Адмирал и Сентинал. Я, правда, не помню, как выглядит Сентинал. Но, знаете, мне кажется, что их очень честно поделили. То есть, нет бы добавить там Султан, и потом там еще какие-нибудь Легии, либо там Легии были. Там Джестер, различные такие прикольные автомобили. Но в одну фракцию добавили Султан, то есть, довольно-таки хороший автомобиль. А в другие добавили Адмирал. То есть, думаю, понимаете, что все прям, вот знаете, поделено на равные части. То есть, примерно одинаковые машины добавили всем мафиям. Непонятно, почему сделали так, но ладно. Также можно вставить княп игроку, чтобы он не болтал. Это, кстати, довольно-таки прикольно. Ох, ладно, опять же, проверить я это, наверное, никак не смогу пока что, потому что нет игрока. Если сейчас написал какой-нибудь подписчик, я бы на нем это проверил. То, скорее всего, с первого ранга, опять же, ничего не доступно. Опять же, для лидера что-то снять, он может деньги теперь сейфа и лимит на снятие 150 тысяч в сутки. Но меня, опять же, это никак не касается. Лидеру я принес 1 доллар, бакс, вирт, называйте, как хотите. Поэтому все неплохо. Также у мафии теперь доступны команды холт и паш ввести за собой связанного игрока и затолкнуть его в машину. То есть, это довольно-таки неплохо. Также добавлена функция для похищения. Нужно связать игрока и ввести команду слэш риф айди. После этого мафия может спрятать игрока где угодно и ждать выкупа. Кстати, теперь интересная функция, когда на ваш банковский счет, не знаю, правда, только у мафиози, либо у остальных людей тоже, поступают какие-то деньги, то об этом сообщают. То есть, это сделано, да, просто немножко для удобства неплохо. Вот это интересно. Если похищенный, выходит, он появляется в комнате для похищенных, ключи от которой есть у мафиози от 8 ранга. Значит, ребят, я понял, первая комната, в которую я не смог войти, это был, скорее всего, склад, а вторая, это вот эта вот комната, которой доступ есть только от 8 ранга. Окей, довольно-таки неплохо. И находится там, пока мафия не освободит его. Если его убьют при освобождении, он потеряет часть своих денег. Освободить похищенного можно также командой риф айди или риф офф. Окей. Примечание. В сутки можно провести максимум 2 похищения. Похищение доступно с 8 ранга. Также, если похищенный онлайн, вы можете говорить в его рацию при ее наличии командой РФ, находясь рядом с ним. Это довольно-таки тоже неплохо. Для лидера добавлена возможность заказать контрабанду из своей страны. В контрабанде доступно дигл, 1000 и 1, ну, короче, тут написаны все сведения. Также взрывчатое вещество. А если корабль из вашей страны проходит мимо что-то в этот день, вы выбираете количество ящиков с оружием, оплачиваете его сообщика мафии, дожидаетесь времени прибытия корабля. По прибытию корабля вы должны арендовать или купить лодку. Корабль вы сможете отметить на карте SGPS. После прибытия к кораблю вы начинаете грузить ящики в лодку. Уместительность лодки вам покажет, когда вы будете... Понятно все. То есть, вот, примечание. О вашей контрабанде может узнать ФБР. Все, в свою очередь, могут передать информацию в МФ, которые смогут отследить местоположение корабля с контрабандой. Если вы уроните ящик, вы сможете его подобрать. ФБР и армия сможет обыскать лодку и просто уничтожить ящики. Великолепно. Но что я могу сказать? Вот эта функция, то, что у спорта можно забирать оружие и взручное вещество, где-то я ее уже видел на каком-то проекте. То есть, там каждый день приходил корабль. Там немножко, да, система отмечалась. То есть, там приходил корабль, и там мы в Фиози сражались этот корабль. Или просто делали союз, и там просто через день получали с этого корабля, по-моему, там деньги, или что-то еще, я точно не помню. Окей, давайте представим, что Даймондсы сами сделали эту функцию. То есть, ни у кого не взяли основу. Хорошо. Эта функция действительно неплоха. То есть, она даже добавляет не просто, там, выгоды мафии, что она может получить оружие, а просто добавляет еще и геймплея. Потому что ты сможешь поучаствовать в этом мероприятии. То есть, потратить свое время не просто, там, за дротство, а именно с удовольствием. То есть, это довольно-таки неплохо. И знаете, пока что я, наверное, из мафии не буду уходить, потому что сделано это довольно-таки неплохо. Есть несколько функций, которые действительно можно вам показать, которые я хочу показать. Я хотел бы вам продемонстрировать функцию похищения. То есть, вообще, пойти на похищение, посмотреть, как это будет. И также хотел бы пойти на добычу со спадом. То есть, я не знаю, если там с первого ранга это можно сделать, то окей, нет проблем. Если с третьего, то, возможно, либо не буду показывать, либо буду получать третий ранг. То есть, посмотрим. И такое вот получилось обновление. Да, там ещё немножко было ФБР и ВМФ, но мне кажется, что основное было для мафии, я это сказал, просто и так, наверное, ролик получится довольно-таки долгим, то есть сколько он сейчас идёт? Он идёт 30 минут, но опять же, я его, наверное, космонтирую, он будет идти минут 15. То есть давайте так, я сейчас прочитаю ФБР и ВМФ, если там есть действительно что-то интересное, я это озвучу. Вот, ребята, о чём я говорил, то есть понятное дело, скорее всего, они сами додумались, либо там жалобы были от игроков, понятное дело, мои-то ролики никто не смотрит из тех, кто отвечает за обновление. Теперь ФБР может обыскать транспорт, причём не только на посту, также доступен обыск автомобиля мафиози, потому что я возмущался, когда делал обзор на обновление для ФБР и полиции, что почему полиция может досматривать машины, а ФБР нет, которая намного круче, это было для меня непонятно. И также контрабандный ящик с оружием можно уничтожить и получить за это премию, просто немного постреляв по нему. Из-за этого, то есть просто все будут забивать на РП, как мне кажется, и просто ради денег, ради фарма денег, просто сразу обстреливать ящики. То есть я более чем уверен, что будет именно так. Опять же, смотри, какая премия будет. Потому что сделают, опять же, как в полиции, то есть премия за преступника, по-моему, 200 либо 300 баксов просто за то, что ты сажаешь чувака, если он выходит при аресте. Охренеть, конечно, премия, учитывая то, что охранник на втором ранге у мэрии получает 3000. То есть великолепно. Тебе, чтобы получить премию за ловлю преступников, когда ты помогаешь действительно штату, нужно обезвредить 10 таких чуваков, которые ещё и должны выйти при аресте. Охранник просто может отыграть 20 минут и получить пейдэй. Великолепно. То же самое насчёт премии в МФ, и там будет абсолютно то же самое, как мне кажется. Просто им будет насрать на фиози, они будут просто шмалять по ящикам, чтобы получить денег. Это же деньги, это так круто. Теперь оружие армейцы могут собирать только в оружейной или на складе. То есть да, это довольно-таки печально. То есть я думаю, сами понимаете почему. Ну, допустим, если у вас есть там единицы оружия и патроны, то просто ты в любой момент можешь сделать оружие и там надавать ныбей кому-то. Теперь эта фича уже не работает. Но отчасти это сделано правильно. Примечание. Если убить игрока с ящиком контрабандного оружия, ящик упадёт. И знаете, дополнение. И вы сможете его уничтожить и получить премию. Да! И также на складе оружия мафиози может собрать бомбы из ротчатого вещества. Используется 2, 5, 10 кг в зависимости от размера бомбы. Чем больше бомба, тем больше радиус поражения. Можно создать два вида бомбы по таймеру и по сигналу. То есть это, наверное, сделано для терактов и для освобождения из инкотрассы, надеюсь. Наверное, для этого. И на этом, наверное, роник будет заканчиваться. Что касается вывода. Обновление сделано, скажем, лучше, чем ничего. Но всё равно это немножко не то, что я ожидал. То есть какие минусы? Многие функции, банальные функции. То есть я не прошу, чтобы мне добавили оружие на первом ранге и прочее. Хотела бы посмотреть, сколько бизнесов у мафии и сколько должников у мафии. То есть просто посмотреть, даже не выбивать из них ничего на первом ранге нельзя. Мне интересно, с какого ранга открывается данная функция. Потому что там не указано. Просто написано, что ваш ранг мал. А с какого ранга доступна данная команда, не написано. Но в целом обновление годное. То есть добавлено похищение и добавлено такие вот геймплейные моменты. Для ФБР, для ВМФ и мафии. Что вы можете взаимодействовать, перестреливая друг друга и брать контрабанду. То есть это неплохо. Поэтому в целом обновление неплохое, но имеет свои косяки. А на этом, ребят, всё. Можете писать комментарии, как вам данное обновление. Также поставить лайк. С вами был Бурбон. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok